Музыка Городское хозяйство сложнейший механизм. От его слаженной работы напрямую зависит жизнедеятельность любого населенного пункта. Чтобы сделать его работу максимально эффективной, в столице Чувашии вновь создали управление муниципального контроля. Чем оно занимается, какие вопросы находятся в его ведении, какую помощь могут получить граждане. Обо всем этом подробнее прямо сейчас. Управление муниципального контроля занимается вопросами административной ответственности граждан и юридических лиц в различных сферах деятельности. Земельный, жилищный, лесной. А также координирует работу административных комиссий районов Чебоксар. Каждый гражданин, когда сталкивается с той или иной проблемой, задает себе вопрос, куда обратиться. Действительно, органов много, а куда обратиться, простой человек не знает. Поэтому, даже зайдя на структуру города администрации, можно даже по словесной нагрузке понять муниципальный контроль. И обратиться, допустим, письменно или электронной почтой, на личном приеме. Я думаю, что таким образом мы будем более доступны для простого гражданина. Чаще всего горожане обращаются в управление по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. По каждому адресу специальная комиссия проводит выездные проверки. От одного из жильцов дома по улице Коллективная поступила жалоба на управляющую компанию. Невыкрашенные скамейки, детские качели, протекающий фасад, полчища муравьев в подвале, отколотые плитки в подъезде. Но, как оказалось, заявитель немного не дотерпел. В управляющей компании рассказывают, ремонтные работы начались строго по намеченному плану. Два раза в год, весной и осенью, сотрудники делают обходы и составляют график текущего ремонта. Все указанные в жалобе проблемы были как раз обозначены. Обращения граждан мы все рассматриваем сразу и стараемся по возможности, согласно финансированию текущего ремонта, выполнить срок. Жители данного дома должны, я думаю, создать совет дома, который будет работать совместно с управляющей компанией. И тогда уже необходимости не будет им обращаться в вышестоящие органы. Представители управления проверили все объекты, перечисленные в заявлении, в том числе подвал и тепловой узел. Без внимания не осталась вся документация. Как вы можете подтвердить, что у вас договора имеются? Договора у нас заключены. Договора у вас заключены. С кем получается у вас? ФГУ. Предприятие профиля. Все понятно. Срок проверки составляет около двух недель. По окончании комиссия составляет предписание для устранения нарушений. Как отмечают в управлении, большинство жалоб выступают из-за того, что собственники жилья и управляющие компании не могут решить вопросы на своем уровне и выводят их на городской. По факту мы выявили, что доводы, изложенные в жалобе, они практически соответствуют, но управляющие компании своевременно устраняются. Если есть основания для принятия мер, мы выдаем предписание для устранения выявлений нарушений. Если прямо серьезно, то, конечно же, возбуждаем административные дела, которые в последующем направляются на рассмотрение Государственной жилищной инспекции Чувашьей Республики. В ведении управления находится и земельный контроль. Основные вопросы – законность права собственности на земельный участок, нарушение вида разрешенного в использовании и нерациональное использование земель. Муниципальная структура тесно сотрудничает с другими профильными ведомствами и министерствами. Еще один вопрос, который решает управление – нарушение правил благоустройства, в частности, парковка автомобилей в неположенных местах – на газоне или тротуаре. С этим столичная администрация борется системно. Активно реализуется программа по строительству новых парковок в дворах домов, а также внедрена система фото- и видеофиксации «Паркон». Нужно зафиксировать для секунды. Направляем, наезжаем на него, зафиксировали. Высветился адрес, подтверждаем. Все, данное правоустройство зафиксировано. «Паркон» работает во всех районах Щебоксар. Специалисты ежедневно в разное время суток выезжают на улицы города, а под проверку попадают все дворы. Вот, внизу там парковку они разрыли две недели назад. Просто разрыли и уехали. Все. Вот их план. Обращались, да. Они знают обстановку нашу прекрасно. Все равно посылают штрафы. И вы все равно оплачиваете? Ну, что делать? В среднем камеры фиксируют более 50 нарушений за выезд. После эксперты управления направляют запрос в ГИБДД. Далее, письма с постановлениями о штрафах доходят уже до адресатов. Некоторые водители находят способ обойти закон, прикрывают или скручивают номера. С такими столичная администрация борется радикально. Автомобили эвакуируют на штрафстоянку. Система «Паркон» действует в Щебоксарах уже несколько лет и хорошо зарекомендовала себя. Эффективность применения «Паркона» можно также определить в цифрах. То есть у нас количество правонарушений значительно уменьшилось. Если в 2015 году к административной ответственности за нарушение правил размещения автотранспортных средств было привлечено 19 тысяч граждан, то за 7 месяцев 2016 года административной комиссии вынесено уже около 4 тысяч постановлений. Взысканные штрафы, они направляются также на благоустройство, на строительство новых парковок. На заседаниях такой административной комиссии каждый конкретный случай рассматривают отдельно с участием правонарушителей. У последних есть возможность повлиять на окончательное решение. К примеру, за неправильную парковку минимальный штраф равен 1000 рублей. Но при наличии смягчающих обстоятельств и доказательств можно получить только предупреждение. Административные комиссии, они работают с правонарушениями, которые не входят в уголовный кодекс, которые призваны решать вопросы местного значения. Они близкие люди. Контроль за деятельностью муниципалитета, привлечение к административной ответственности виновных. Новое управление понимает свои задачи. Оно работает не так давно, но первые результаты уже есть. Жалобы горожан оперативно рассматриваются, а столичная казна пополняется. Это была программа «Об этом подробнее». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова